Оригинальное предложение руки и сердца в прямом эфире. И все подробности у Александра Матрёнина. Александр, здравствуй. Чем удивишь на этот раз? Яна, здравствуй. Сегодня 1 июля, второй месяц лета. Температура на улице в 11 часов, уже 25 градусов тепла. И вот вы видите, около одного из домов в Иркутске, в Октябрьском районе, тает постепенно снеговик. Это настоящий снег. Это не вата, это не поролон, это снег. Для чего он здесь стоит? Это очень романтическая история. Просто фантазия влюбленных не знает границ. Таким образом, молодой человек пытается добиться благосклонности девушки, тем самым, чтобы она вышла за него замуж. Все подробности давайте узнаем у того, кто изготовил этого снеговика. Здравствуйте. Борис, расскажите, пожалуйста, как вам пришла такая идея и как вы ее воплощали? Ну, мне эта идея пришла во сне. То есть я проснулся среди ночи, у меня перед глазами стоял снеговик, что стоит столик из снега и изо льда, и на нем стоят цветы и утренний кофе. Приезжает моя девушка на работу, видит это все, пьет утренний кофе и счастливо. Начал лепить я его в 4 утра, предварительно подготовившись. Ну и эффект вы уже видите. То есть вот он и готовый результат полностью. Желаем вам удачи в вашем нелегком деле. Вы можете посмотреть вот здесь к приходу девушки. Зовут ее, кстати, Александра. Вот здесь стоял кофе дымящийся и лежал букет цветов. Но это не единственный сюрприз, который Борис придумывает каждую неделю, каждый день. Например, две недели назад, вот здесь вы можете видеть, он своими руками высадил клумбу. Не знаю, заметно или нет, но цветами написано слово «Саша». Вот так по-доброму, с любовью он называет свою девушку. Кроме того, жители уже не знают, что ждать в следующий раз, потому что каждую неделю здесь появляется снег. Видимо, ну как сказал сам Борис, это для того, чтобы вот как снег тает на клумбе, да, и чтобы так же растаялось сердце. Давайте поинтересуемся у жителей, у прекрасной половины человечества, как они относятся к таким фантазиям. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня всеми соседями были очень приятно шокированы и удивлены, что летом появилась такая фигура. Желаем молодому человеку, чтобы Александра, у Александры растопилось сердце. Она сказала все-таки ему да, и у них было все хорошо, и в дальнейшем мы готовы ему помогать. Так что обращайтесь к нам. Спасибо, Алина. Я хочу сказать, что первый раз предложение Бориса Александре сделал месяц назад, ровно 1 июня, но он не смог получить ответа. Девушка взяла тайм-аут, чтобы подумать. И вот уже в течение месяца он придумает всякие разные интересные такие романтические вещи. Яна, тебе слово. Александр, главный вопрос, который интересует не только меня, но, я думаю, всех телезрителей, откуда снег? Вы не подумайте, что этот снег взяли откуда-то из морозилки, из бытового холодильника. Нет, это договор был заранее, чтобы достать этот снег. Есть в Свердловском районе специальный крытый каток, где есть лед, там морозят снег, лед. И вот, открою тайну, там это все было заблаговременно заготовлено. Молодой человек встал в 3 часа или в 4 часа утра, набрал снег, утрамбовал его, привез сюда. И до полдевятого лепил, прессовал его, чтобы получился вот такой замечательный снеговик. И вот вы видите, до 11 часов он выстоял. Александр, спасибо тебе за информацию. Напомню, это был Александр Матрюнин.